Оказывается, бывают случаи, когда дети не просыпаются, не встают, и их не разбудить. Эй, котенок, просыпайся. У нас праздник осени. В садик пора. Давай, вставай, вставай, котенок. Давай, просыпайся. И что мне делать? Я тут уже подготовила праздничный наряд. Вот у нас белая рубашка, джинсы. Чешки уже в сумке. Тебе танцевать пора, человек. Чешки в сумке, котенок. Просыпайся, любимый. Ну, давай. Ну, просыпайся. Рэм. Просыпайся. Ку-ку. Ку-куть. Ну, в общем. Вот так вот у нас тут. Котенок, ты проснешься у меня или нет? Эй. Подруги, как дети вы будете, а? Научите меня, я еще неопытная матушка. У меня обычно, они меня будят и не дают мне спать. Вот теперь я буду тебе мстить за каждое утро, которое ты приходил и говорил, мама, мама. И так по щечке мне делал. Вот так вот по щечке мне делал и будил меня. Не давал маме спать. Ну, теперь я буду тебя будить. Привет. Скажи подружке привет. С самого утра уже, скажи ты, своими подругами, блин. Да? Эй, привет, доброе утро, котенок. Сегодня у нас праздник осени. Не спрашивай, что это значит. Я не знаю. Ладно, давай одеваться. Ну вот, мы снова нарядные. Ты со своим белым котом. Сам как белый кот. Так, нужно только подвернуть еще джинсы. И все, переоденем носочки белые в садике и наденем еще чешки. Да? Может, скажешь подружке привет? Так, давай, двигай. Двигай, двигай, двигай. Нам тут еще с Грантиком нужно залезть. Так, первый этаж. Ну все, собрались. Это успех. Кстати, собирала детей одна. Просто потому, что Арсик уехал в Москву. И мы с детьми целую неделю одни. Еще в лифтах это просто капец. Люди у нас вообще маски не носят. И прямо в маленькие лифты забиваются. Вот только что мужчина двухметровый. Говорит, залезем? Я говорю, извините, не залезем. И вот прям, вот сказала бы залезем, он бы вот сюда залез. Тут вот места тут нету больше. Короны, короче, не существует, да, котенок? Ну ладно. Значит, да, мы целую неделю до воскресенья будем одни. Сегодня понедельник. Но ничего, будете наблюдать, как мы тут справляемся втроем, да? Но мы договорились, все у нас будет хорошо. И мы уже как бы это будем сотрудничать. Да, котенок? Эй, Ремик. Все, погнали. На улице просто капец. Темень и еще какой-то дождь непонятный. Так, Ремик, к нам сюда. Иди сюда с мамой. Пойдем, пойдем сюда. Слава богу, что нам идти. Всего да ничего. До сада. И мы быстренько добежим. Подружки, я сейчас не буду снимать, как я его сдаю, просто потому, что мне нужно его переодеть в эти чешки и нужно его сдать после выходных. Все-таки как-то, ну, это дело такое, знаете. Вот, буду докладывать уже позже, как у нас все пройдет. Ну, все, котенок в саду. Расплакался. Ой, расплакался. Прям вообще вцепился в маму. Но шел. Плакал и шел. В своих чешках белых. Ничего не сфоткала, конечно, не отсняла. На улице прям дождь. Поэтому мы с Грантом быстро бежим домой. Надо добраться мне до телефона, потому что я еще и телефон дома оставила. Так что буду смотреть. И мне сказали, что ничего страшного. Он так вот по утрам поплачет, поплачет и успокоится быстро. Все у него хорошо. Так что будем надеяться, что сегодня, я тебе покусируйся, все у нас будет хорошо. А меня многие спрашивают, как я все успеваю. И откуда у меня время, энтузиазм и энергия. С двумя малышами еще видео снимать, монтировать и прочее. Ну, в общем, так выглядят мои рабочие минутки. Во-первых, я их ловлю. Вот прям как только возможно, я их ловлю. Вот сейчас я покормила Гранта. Он тут плюс-минус довольный отваливается сейчас у меня на коленках. Вот я его держу. Сама сижу и вот монтирую видеоролики. И делаю материал для YouTube-канала. Ну и вот сколько он мне позволит, столько я и работаю. Если закончу, то закончу и буду счастлива очень. Если не закончу, тогда просто все это откладываю дело и вот до лучших времен. У нас получается через буквально полчаса мы пойдем уже в сад забирать Рэма. Поскольку у нас уже вот прошло сколько часов? 12-20 его нужно забрать. Придем домой. В час я его уложу спать. И пока Рэм будет спать еще с Грантом, то позанимаюсь что-то по дому, по делу, потому что нужно убраться, очевидно. И все. И потом сяду заканчивать работу. Если вот этот молодой человек за ближайшие полчаса мне не позволит этого сделать. Но если он отвалится, то и слава богу. Ну вот Грантик удачно отвалился, поэтому я могу быстро одеться. И мы идем за Рэмом в детский сад. Забрала человека. Человек орал как резанный, да? Скажи, плакал хуже, чем с утра. С утра чуть-чуть поднывал, а сейчас прям плакал. Помимо праздника, танцев и песен они сегодня еще и гуляли. Это круто. Пойдем, котенок, давай, двигаем. Они гуляли на улице. И что-то как-то вот всей толпой пришли обратно, стали переодеваться. Смена картинки и все. И что-то он расплакался. И стал поднывать. А тут я пришла и вот все, поехало. Понесло человек. И он как бы сдерживаться уже не стал. Поэтому расплакался, да? Но ничего страшного, мы оделись. И продвигаемся наконец-то домой. Нашел тоже какой-то шарик. Ну и ладно. Слава богу, шарик, шарик. Я уже не буду отбирать и не буду разбираться, что за шарик. Неужели ты не бежишь? Ты идешь спокойно и все хорошо у тебя. Мне кажется, ты реально подустал. Небывалый случай. Должна вам признаться. Мы с Рэмом будем быстренько есть. Я сейчас погрею суп. Мы поедим. Я отправлю его на дневной сон. И к тому времени, я думаю, что Грант уже проснется. И будет требовать еды. Так что я тут джанглирую. Будь здоров. Супер ноздри. Что-то пошло не так. Схема рухнула. Слабое звено. Печенюшка. Печенюшка проснулся. Я сказала, мать, корми меня и памперс. И в принципе, давай смотри на меня. Вот сижу теперь. Смотрю. А ты куда смотришь? Печенюшка. Еще хорошая новость. Пока я тут пыталась устроиться его уложить. Рядышком тут к себе на коленке. Дернула, блин, одеяло. И разлила целую кружку кофе на диван. Теперь диван просто кофейный. Это такая подстава. Сейчас мне надо вызывать каких-то там этих. Кто чистит диваны. Кто знает хорошую химчистку диванов в Санкт-Петербурге. Бабы, подскажите. Мне надо почистить диван. Иначе я живу как в кружке кофе. Ну, что-то не очень. Быть кофеваркой. Ну, еще я мисс организация. Гранту уже 6 недель. Вот сегодня. На момент записи. Этому человеку 6 недель. И я договорилась с фотографом, что 6-го, что это получается ноября. То есть это, по-моему, через полторы недели минимум. У нас будет малышковая фотосессия. Которую, в принципе, нужно делать до месяца. Ребенку когда стукнет. А нам уже стукнуло чуть больше. Ну, в общем. Подруги, если надо вам что-нибудь организовать, обращайтесь. Я все вовремя сделаю. Мы проснулись. Причем все проснулись. Грантик проснулся. Рэм проснулся. Где ты? Ку-ку. Труселек. Привет. Привет. Короче, у нас в связи с нашими зубами сопли просто ручьем. Завтра, думаю, оставлю его дома. В садик не поведу. Просто чтобы вот на фоне наших прекрасных зубов вся эта сопливая история не стала хуже. Потому что что-то как-то, ну, вот не очень. И хочется его поберечь. Чтобы было меньше стресса. Ну, и, соответственно, будем тусоваться дома. Да, котенок? Ну, это так. Чтобы маме было веселей в ту неделю, когда папа уехал в Москву. Зубы смотрятся, кстати говоря, очень круто. Прям два маляра таких добротных лезут. Да? Углы прорезались, и все очень круто. Но, слава богу, что ночью он спит нормально, не плачет, и все вроде бы спокойно. Этот маленький товарищ, блин, дает мне жару на самом деле. Я тут все, конечно же, хвалюсь, что он прекрасный малыш и идеальный новорожденный, что на самом деле и правда действительно оно так и есть. Но каждый день с тем, как он развивается и со временем, я вижу, что у него начинают уже появляться какие-то паттерны. Его в бодрствовании и во сне. И что касается ночей, он на самом деле просыпается в целом-то один раз, но уйти на сон ему так тяжело. Просто настолько тяжело, что это какой-то копейческий капец. То есть я с ним добрые полтора часа каждый раз вожусь, чтобы его уложить спать. Потому что у него там живот, у него газики, у него пуки, у него вот всякие разные истории, отрыжки. И он уже начинает бодрствовать. То есть он от всех своих вот этих процессов пищеварения просыпается. И такой, ну как бы, мамаш, будем полтора часа сейчас тусоваться и сидеть, и будем развлекаться. Собственно, ну, в общем-то, этим мы и занимаемся, да, котенок? Ну, ладно, будем смотреть, как пойдет дальше. Пока, конечно, жаловаться рано и переживать тоже рано. В целом-то все у нас отлично. И мы тут уживаемся здорово, да? Нам с тобой бы нос почистить. Подруженцы меня все спрашивают, как я лечу детей во время простуды. Ну, и, собственно, в принципе, когда сопли текут. Часто лечить нечего, а сопли текут. Ничего, промывая аквалором, если нужно нос хорошенечко очистить, использую носфриду. Сейчас покажу, кто не видел носфриду, которую я вместе со всеми остальными штуками показывала тоже 250 миллионов раз. Вот такая вот магическая штука. Сейчас она у меня помыта, это водичка. Суть носфриды, конечно же, очень проста. Красную штучку мама засовывает в рот, и наконечник голубой помещает в носик ребенка и отсасывает сопельки. Здесь посередине есть фильтр, который не позволяет всей красоте попадать к маме. Но в целом, вот выше вот этого места, эти сопли даже вот у большого ребенка, как Рэм, они не поднимаются. Ну и как бы в целом, если даже до вот этого места сопля поднимается, я просто эту носфриду продуваю в салфетку, и она чистая, да? И мы можем продолжать нос чистить. Давай почистим нос. Он у тебя течет. Давай покажем подружкам прелести. Так, все? Свободен? Свободен? Все, нос чистый. Нет, это мама будет сейчас мыть. А ты давай иди играй. Все, давай, дуй. Так, ну а у Грантика у нас тут игры на животе. Ну, играми это, конечно же, пока сложно назвать. Просто я выкладываю его на животик, чтобы он укреплял мышцы шеи. Ну и, в общем, чтобы и животику в связи со всеми пищеварительными историями было легче. Сейчас возьмем вот это зеркальце, снимем пленку и попробуем ему показать отражение. Штука весьма забавная. Ну, да ладно. Хотя котенок же все равно, да, скажи? Не особо-то что-то там видит. Ну вот смотри, какие штучки, хотя бы свет тебе. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Давай головушку поднимай. Давай, мама тебе поможет. Опа, вот так вот и вот так вот. Ну, скажи, не поднимается. Голова тяжелая, не поднимается. Головушка, тут у тебя всяко-разно. Хорошо, что иноматики у тебя тут есть рисунки, да, скажи? Можно разглядывать. Ну, короче, вот так вот мы кряхтим и пыхтим. Если, опять же, вспоминать время младенческой РМа, я могу сказать, что Грант намного более спокойный. РМ уже бы вот на третьей секунде орал, как резанный. И, в общем-то, это он и делал. С животиком у нас было все тяжело. Никак он не хотел. И я вот прям неделю за неделю считала секунды. И пыталась сделать так, чтобы ребенок привыкал и начинал проводить все больше и больше времени на животике. Скажи, терпение лопнуло. Не смог я лежать больше, да, на животе. Вот, смотри. Давай тебе корову повесим. Корова тут орет. Смотри, какая корова классная. Ну и да, продолжая тему, если ребенок простыл и есть необходимость либо лечить, либо, наоборот, профилактически предотвратить простуды, самое важное, что я делаю. Первое – это качество воздуха в доме. То есть у нас в каждой комнате увлажнители воздуха и также вот эта бандура штуковина – это очищение воздуха для того, чтобы убить все возможные бактерии, которые появляются либо с приходом ребенка из садика, аккуратно, аккуратно, рядом с малышом с игрушками, либо, ну, с родителями, которые также приходят с улицы. И здесь мы очищаем этот воздух. Плюс ко всему проветривание. Ну и если малыши простывают, то это постоянное промывание носа, обильное питье. Ну и в целом все. Никаких там витаминов я им не даю, потому что если ребенок простыл 5-7 дней, стабильно он будет болеть, и нет смысла пичкать его всяким разным. Витамины мы даем только, если есть клинические показания к этому. Там, например, анализ крови показывает, что есть дефицит того или иного вещества или витамина, и вот тогда витамины даем. А просто так вот на бум со своей головы я ничего детям не даю. Особенно вот этому маленькому. Ну, единственное, что у нас постоянно, это, конечно же, витамин Д. Каждый день. Особенно здесь, в Санкт-Петербурге, где солнца, в принципе, нет. Поэтому витамин Д мы даем постоянно. Смотри, какая зебра хорошая. Интересно? Да, это очень интересно. Вот так вот наблюдать за всяким. Ну вот, играй. Ну вот эта штука у нас работает постоянно. Я сразу ставлю таймер, когда включаю. Вот, например, таймер на 8 часов. 4 и 8 часов. И все, он беспрерывно работает. И воздух у нас очищается по всей квартире. Если нужно, я просто его перемещаю. Но в целом он стоит здесь посередине, чтобы как-то вот очищать этот воздух везде. И здесь, кстати, вот в этом коридоре, когда вот подходишь ближе к аппарату, воздух намного-намного более чище. Это прям чувствуется, насколько он здесь свежий и приятный. Так что, подруге, всем рекомендую. Хорошая штука. И работает прекрасно. Мы когда отдали первые дни ребенка в сад, многие из моего окружения, бабушка в том числе, говорила, ну вот, сейчас ребенок пойдет в садик и начнет болтать. Быстренько научится, потому что с детишками будет общаться, и все, в общем-то, классно. Привела ребенка в сад и поняла, что на самом деле там все детишки в основном мекают, пекают, ну и там что-то как-то по-своему разговаривают, так что только родители понимают. Короче, суть в том, что не с кем в садике разговаривать. Там у нас одни малыши, которые ровно так же, как и Рэм, толком не говорят. И плюс ко всему, они еще в этом возрасте как-то не социализируются толком. То есть они играют сами по себе и в группы как-то там по друзьям или по парочкам не делятся. Но это и нормально. В любом случае, понятное дело, то, что присутствие детей рядышком, оно все равно влияет, и социализация происходит. Но в целом она не такая, как мы себе представили с первых дней, что сейчас вот прям ребенок заговорит, и все они там общаются, и все они там прям дружат, и вот как-то там тусовками они, в общем, играют. Такого точно нет. У нас на тему речи ребенка и развития речи ребенка был забавный случай. Мы на днях были, на дне рождения у Лейлы, моя подружка, которая тоже родила на недельку позже, чем я родила Гранта, своего малыша. И, собственно, у нее был день рождения, и мы отправились к ней в гости. И в списке гостей тоже была одна пара наших добрых знакомых, и у них ребенок чуть младше, чем Рэм, Мирон и Марк. То есть ему там, по-моему, двух даже нет, что-то год и девять. То есть он маленький прям, и даже внешне он по сравнению с ними карапуз-карапуз, маленький-маленький, такой с белыми волосами, очень серьезное лицо. Но вот прям для нас, которые привыкли к этим малышам, он вот кажется прям очень маленьким. Ну и он, в общем, пришел, Мирон сразу его за руку, они побежали в его комнату играться, и Арс заходит к ним, и такой смотрит, о, Левка, привет, как твои дела? Че делаешь? И Лева так поднимает на него взгляд, серьезно-серьезно на него смотрит, говорит, машинку играю. Арс вытаращил глаза, такой, окей, вышел из комнаты. Потом проходит какое-то время. Я, значит, сижу за столом, мы едим десерт, едим чизкейк все, и Левка с родителями сидит, значит, поедает этот десерт. Весь рот в чизкейке просто замазался, весь чумазый. Ну, прям такой ребеночек-ребеночек. Я на него смотрю, я говорю, Левка, че, вкусно? Он на меня смотрит. Я говорю, Лев, вкусно? Смотрит. Я говорю, Лева, вкусно тебе? Он такой, вкусно. Теперь я вытаращила глаза, такая, говорю, ладно, ладно. Не кипишу. Я просто так спросила. И вот, когда мы уже уходили домой и со всеми прощались в коридоре, то, понятно, все взрослые, все дети там в кучке и стояли. И Левка такой стоит, говорит, мамочка! И своей маме побежал, ее обнял. И мы такие, все взрослые, теперь уже такие, посмотрели на своих детей, два и шесть. И такие подумали, окей, мы со своими бракованными пойдем, пожалуй. Которые вообще ни слова не говорят. Лучше в случае мама, бумэ, и мекают, и пекают, пальцами тычут, и показывают, что они хотят. Как-то мы поняли, что, ну да, наверное, все сильно индивидуально. И есть такие вундеркинды, которые уже там до двух говорят, особенно девочки. Но в целом как-то складывается такое впечатление. Вот я смотрю на своего, на детей и подруг, на группу в садиках. И в моем садике, и в садиках моих подружек. И я понимаю, что это какая-то такая массовая история. Что в большинстве случаев дети, ну, два, два с половиной, да еще вообще не говорят. Ну, то есть они толком не произносят слова уже, не говоря о том, чтобы какие-то предложения составлять. Есть какое-то подозрение, что это все-таки данность, наверное, нашего времени. Когда у нас очень много интернета, много мультиков, много, в принципе, гаджетов, много игрушек, много всего того, что на самом деле не позволяет ребенку быстренько-быстренько развиваться. И как Лейла сказала, а ну а что в советское время? Мамам нашим-то делать было нечего, вот они и разговаривали в нон-стопе. То ли сами с собой, то ли с ребенком, то ли с подружками трындели. А в наше время что? Ничего, омолчим мы все. Как-то уперлись мы все в дела, в гаджеты, в какие-то штуки. У детей миллиард игрушек, и по итогу оно, мне кажется, как-то желая им дать то, чего у нас не было в детстве, мы как-то препятствуем сами тому, чтобы дети развивались. Ну или, в принципе, не знаю, может быть, нельзя это так ставить, что мы прям препятствуем, просто вот данность времени, вот как есть, так есть. Вот такое у нас сейчас время, и в толком ты ничего и не сделаешь. Да, скажи? Ничего не сделаешь, бублик мой. Ладно, пойдем, мы с тобой хоть поедим. Ладно, подушки, мы пошли есть. Криктун! Иди к маме. Ой, ты боже, давай сделаем сэндвич. У нас бургер. Да? У нас такой бутербродик. Вот он, наш бутербродик. Ой, ты боже, бутерброд. Давай, слезай. Так, мы наконец-то привели в порядок какой-то условный кроватку Рэма. Смотрите, я что сделала? Я от наших бортиков отрезала наши завязочки, которые он постоянно срывает, просто потому, что бесится по этой кровати, как сумасшедший. И просто продела змейкой сквозь рейки наши бортики таким образом, что все бортики вот на всю кровать, они встали вот по трем стенкам, а передняя стенка осталась пустой. Я думаю, что нам там бортик не особо-то и нужен. Ну, и плюс ко всему все игрушки. Вот эти все зайцы и коты, слоны, жирафы и прочие, они непременно должны находиться в кровати. Вот у Рэма сейчас требование такое. Поэтому они тут вот прекрасно сидят на лавочке и ждут Рэма, когда у него начнется сон. Ну, я думаю, минут через этакие три с половиной все это превратится просто в бардак одический, потому что ребенок обязательно в какой-то момент решит, что тут что-то не то и надо навести свой порядок. Но пока мама стоит и радуется. Я вот прям довольна. Кто меня всегда спрашивает и очень часто спрашивает, что у нас за бортики, это бортики компании Loom Needs. Пишется L-O-O-M. В инстаграме они есть, сайт у них есть. У них потрясающие бортики, потрясающая одежда, очень классные, качественные вещи они делают. И сильно-сильно рекомендую. Мне они прям очень-очень нравятся. Несмотря на то, что ребенок пытается их уничтожить, понятное дело. Но, короче, я все равно их очень люблю. Они какие-то вот такие прям уютные и очень-очень клевые. Так что Loom Needs запоминайте, записывайте и идите на инстаграмах или сайт или куда, посмотрите, что у них там есть. Они сейчас и одежду какую-то там запустили для малышей. Тоже вроде ничего. Так, а ты что делаешь? Ой ты, прям у тебя тут гимнастика какая-то. Да? Труселек, штанцы одеть не желаешь? Нет? Окей. Алло? Что тут происходит? Ну, в общем, чего и следовало ждать. Че делаешь? Че делаешь? Че делаешь? А? Так, подружки, мы сегодня влог заканчиваем здесь, потому что у котенка похоже, что прорезаются не два верхних маляра, а все четыре. И снизу тоже уже десны такие прям вот-вот прорежутся. И поэтому он очень капризный, плаксивый. И такое вот прям очень-очень-очень тяжело ему. И видно, что больно. Намазала ему десна кремом. Дентинальом мы пользуемся. Или дентиналь. Короче, итальянский гель для малышей, у которых прорезаются зубки. Ну, и думаю, что в связи с этим завтра мы в садик тоже не пойдем. Будем оставаться дома, потому что, ну, в таком состоянии как-то ребенка отпускать в садик, ну, совсем не очень. На ручки просится. Каждые три секунды плачет. Ну, и короче. Сами понимаете, детское состояние, когда у них прорезаются зубы. Так что все. На сегодня с вами прощаюсь. Желаю доброго дня. И отправляюсь к малышам своим. И буду сегодня максимум уже вечер, да, но все равно максимум внимания буду уделять именно им. А мы с вами, подружки, увидимся в следующем нашем видеоролике. Скажи, подружки, пока. Пока, подруженьки. Давай. Ну, побежал котеночек мой сладкий. Ну, все. Так, включаю обратно нашу очистку воздуха, чтобы тут было прям как надо. Давай, очищай нам. Тук-тук. Ладно, пока. Да не стучать там надо, котенок, нет там никого. Это мама просто похвалила нашего друга Китворда за то, что он очищает нам воздух. Да? Ну да, и ты тоже. Окей. Ладно, все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok